Друзья мои, я постоянно повторяю, что верю в чудеса. И то, что они происходят, реально понимаешь, когда начинаешь заниматься какими-то продажами. Особенно это ощутимо, вот это вот чудо, каждая продажа, она как чудо, когда ты занимаешься хендмейдом. У тебя нет своего магазина, места обитания, куда люди прийти, могут посмотреть там шоу-рум какой-то. У тебя ничего этого нет, ты просто сидишь дома и пытаешься как-то распространить свои изделия, свою продукцию по миру. И если случается продажа, это реально какое-то чудо происходит. Понимаете, какая-то вибрация каких-то тонких, нематериальных каких-то, я даже не знаю, энергий. Вчера энергия и материя одно и то же, но я не знаю, как сказать даже правильно. И вот сегодня я вам хочу сказать, что со мной снова произошло чудо. Во-первых, подобное уже было. Помните, я вчера колечко одевала? Вот вчера, сейчас снова его одела, на всякий случай, видите? Подобная история у меня со мной уже случалась. Как-то я разбирала тоже так свои изделия, рукоделки свои. И таких колечек было сделано несколько разных, с разными камушками, разными бусинами, разными цветами. И одно было у меня с нефритовыми бусинами, с жадеитом, красивого аквамаринового цвета. И как-то я бросилась, оно мне в глаза, я одела его на палец и пошла с ним на работу на следующий день. И что вы думаете, в этот день это кольцо продалось в моём магазине. Вот происходит же какая-то, я не знаю, какая-то нематериальная вибрация на каком-то непонятном уровне во Вселенной. Это правда какая-то квантовая физика, иначе не назовёшь. И вот подобное произошло снова. Я вчера случайно одела это кольцо на палец, сняла маленькое видео на ночь. И сегодня у меня случилась продажа, абсолютно неожиданная. Двое человек, двое подружек, знакомых моих, позвонили с утра, сказали, что есть покупатель на мою продукцию, который в местной группе в Вайбере выложила фотографии, чего ей нужно. А у меня есть похожее, не точно такое, но похожее. Мне дали телефон, и я сбросила свои фотографии, своих изделий. И она выбрала, она выбрала и купила. Я, конечно, постаралась оставить лучшее впечатление, произвести, отнесла подарочек, упаковку подарочную. Ну, очень, мне просто нужны рекомендации. Я хочу производить хорошее впечатление своими работами, своим сервисом, услугами своими, чтобы ко мне люди приходили ещё за подарками для своих родных, любимых. Потому что я стараюсь делать очень качественные и работы, и сервис на уровне поддерживать. Вот. Так что такие чудеса. А сейчас покажу, что было продано. Вот такая модель воротничков женских. У меня есть разные. Я плету их разной формы, разных размеров. Есть там разные расцветки, попроще геометрия, посложнее. Здесь, конечно, сложная схема, очень кропотливая. Приходится подолбаться, поднапрячь глазки. Такой воротничок я плету. Немного, немало, но три дня у меня уходит. Потому что вот здесь путаница, здесь много возвратов. Иголочка приходится проходить в одном направлении, потом в другом направлении. И комбинировать, видите, много оттенков. Важно не сбиться в этом рапорте, в узоре. Рапорт – это повторение узора. Вот, чтобы не получился брак. И оно такое получается ажурное, видите, с таким вот краем зубчатым, красивым. И взяли у меня как раз самый ходовой, который у меня продавался за границу чаще всего. Цвет. Его уже я вам не покажу. Ну, там черный фон и желто-оранжевые тыквенные цветочки. Такая хэллоуэновская расцветка. Осталось вот четыре. Но надо делать повтор. Раз берут такую цветовую гамму и неоднократно, значит, она нравится людям. Значит, она, все шансы есть, что она будет продаваться еще. Поэтому я в ближайшие три дня буду занята созданием вот такого воротничка, только в той расцветке, которую продала. Кольцо. Талисман просто. Надо его беречь. Талисман. 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 Продолжение следует...